Голоса Беларуси сегодня звучали и в Лиде. В культурной столице страны прошли финальные этапы национального отбора на Славянский базар в Витебске. Так, на детском музыкальном конкурсе нашу страну представит 13-летняя Ангелина Ломака. Юная вокалистка занимается сразу в двух музыкальных школах Минска и Лепеля. В финале она заняла первую строчку рейтинга уже после исполнения первой песни, кстати, авторской на белорусском языке. Среди достижений Ангелины также финалы нацотборов на детское Евровидение и детскую новую волну, а также участие в российском телепроекте «Во весь голос» и дуэт с певицей Варварой на открытии Славянского базара в прошлом году. Также в топ-3 вошли Арина Пехтерева из Могилева и Мария Альхафес из Гомеля. Всего же на путевку в фестивальный Витебск претендовали 10 юных вокалистов. Жюри возглавила замминистра культуры Наталья Корчевская. Я очень рада и счастлива. К этому я шла очень долго. И вот я представляю Беларусь на Славянском базаре 2020. Сегодня удача улыбнулась мне и мое имя прозвучало как имя победителя. В прямом эфире телеканала «Беларусь-3» показали и финал национального отбора на взрослый конкурс «Витебск-2020» славянские мировые хиты от вокалистов Гродненского, Витебского, Брестского и Минского регионов. В конкурсе изменили состав жюри. Решающий голос был за музыкальным продюсером Анжелиной Микульской. Так победителем стал Роман Волознев, вокалисту и композитору 23 года. Он уже пробовал себя в проекте «Голос». Неоднократно выступал и в качестве гостя на фестивале «Новая волна». Сегодня же национальный отбор на славянский базар проходит и в Узбекистане. Со своими представителями на конкурсе уже определились более 10 стран. Среди них Израиль, Эстония, Италия и Болгария. Напомню, 29-й фестиваль искусств пройдет в Витебске с 13 по 21 июля.